Признайтесь мне честно, вы смотрели мои плейлисты? В предыдущем влоге я еще помимо плейлистов, еще оставила для вас медитации. Много таких ссылочек интересных. У меня к вам просьба. Я хочу, чтобы вы этим видео поделились у себя в соцсетях, или любым моим видео. Я думаю, что пора уже как-то расти, наверное. И кроме вас мне никто не поможет. Можете рассказать обо мне подружке, если я вам нравлюсь. Или можете рассказать подружке, если я вам не нравлюсь. И сказать, вот она какая, она мне не нравится. Ладно, шучу. Я просто хочу подрасти в росте подписчиков. И я думаю, что без вас я действительно не справлюсь. То есть это Сыганская почта. Вы рассказываете друзьям обо мне, и кому я нравлюсь, те на меня подписываются. И так мы растем вместе. Потому что без вас я не блогер. И подписывайтесь на меня в соцсетях, вот здесь, вот в Инстаграм. Там жизнь здесь и сейчас. Все, все. Ты попадешь в Ютьюб. Блин, это засада, ребята. Ребята, я не хотела. Пытаются купить. Вот эта женщина. Я что, стою 40 гривен? Иди, иди. Что есть, поддала. Бры и все. Ладно, давай. Берешь, берешь? Беру, беру. Спасибо. Мне недорого. Со скидкой, да? Сегодня Доминика поехала в школу с подружкой. Подружка на класс меньше. Вот. Они наши соседи. Я выспалась, девочки, вообще. Класс. Ну, я слышала, Кника уходила уже. Потом плохо спала, но в любом случае. Мне не надо было ехать в школу. Ну, и... Я-то что? И Демид маму не будил, да? Да. А что делал, пока мама спала? Смотрел муки. Мама, представляете, как классно? Обычно он прибегает и говорит, мама, если я сплю, я не сплю, но я с закрытыми глазами делаю вид, что я сплю. Он начинает меня гладить по лицу. Ну, в общем, будет. И говорит, включай мне мультики. У нас каждое утро мультики. Сейчас разберемся. Вот. И... Сбил меня с мысли. О, теперь... Все, разобрался? Игру просто включил. И буквально несколько дней назад я ему сказала такую вещь. Говорю, Демидушка, говорю. Ну, это были выходные дни. Я говорю, Ника спит, мама спит. Ну, что ты приходишь, будешь? Ну, представьте. Что делал? Играл. Во что? Ой, смотрел. Оторвись от телефона, оторвись, быстро оторвись от попусечка, мамина. Вчера встречалась с подружкой, а зашли с ней в магазин. Я покупала продукты и видела вот таких вот монстриков. Это для купания, то есть будешь плавать. Где? Где? В ванне. Можем, в принципе, в спортлайфе плавать, но... Не знаю. Там, наверное, с игрушками нельзя. Может, можно, не знаю. Дема еще не водила. Уже у него почти полгода есть апонемент. А он ходит туда только на... А как он не работает, мама? Развлекуха. А сейчас мы разберемся. Мне не так понравилось, что я даже не стала разбираться. Здесь вот такие вот... И мне эти... Помните мультик был советский? Там еще вот такие вот осьминожки, они, ну, типа, баловались. И папа их перепутали. Протерла, да? Нет, ты просто знаешь, как... Сейчас снимаю ежедневно, иначе так... Под кофту начинаем видео с голого тела. Вечер перестал быть в дом. Я смотрю, вошла в кураж. Даже ежедневные блоги. Да, потому что попросили, и мне нравится. У меня времени сейчас много. Всем привет, кстати. А, уже идет съемка? Уже идет съемка. Уже идет съемка. Я салоней Джой. У меня тут сразу и ногти, и брови. Светочка мне брови приводит в порядок. И сейчас нитка будет убирать как бы лишнее. Вот этот пушок этот. И усы тоже будет нитка убирать. Это неприятно, но... Дольше отрастает. Бриться не надо. Я вот только сегодня Марине говорю, раньше у меня их не было. А сейчас появились. Может быть, от того, что я... Во мне много мужского. Есть еще другое. Не все. Мы про возраст ничего не говорим. И про гормоны тоже. Девчонки, я чуть-чуть делаю ногти короче для того, чтобы накрасить их красным цветом. Наверное, будут красные, потому что чего-то захотелось яркого. Я считаю, что длинные ногти красным выглядят, ну, слегка вульгарно. Колхозненько. Да. Поэтому убрали длину чуть-чуть для того, чтобы мы попали в десяточку. Как-то так. Топ. Топ. Самое интересное, сейчас я говорю, красный, красный. Выберу, как обычно, бежевый. Да, я уже не знаю. Красным оттенком. Это как? У тебя такое есть? Это под свитер другу строчат. Мне сегодня Марина сказала очень нехорошую новость. Она уходит из маникюрного бизнеса. Шоу. Шоу, да. Я говорю, на кого ты нас променяла? Я говорю, я тебя пущу только замуж. По-другому никак. Но придется выйти замуж для того, чтобы меня клиенты пустили. Понимаете? Ну как, можно клиентов, своих любимых. То есть работа на четырех работах, это неуважительная причина, почему одну из них можно оставить. А замуж, это уважительная причина. Просто она живет с кошкой. И с мамой. Мама уехала на месяц, сестра говорит, верни маму. Хоть на месяц, верни маму. Не, это круто. Я живу одна с 18 лет. И вот мама ко мне сейчас переехала, она уже переехала полностью в Гиев. Вот пожила у меня два месяца. И поэтому переживает, что, ну я тебя никак там не стесняю, там ничего. Ребята, я вообще на кухню даже не захожу. И поэтому я решила купить вторую квартиру. И рассказывай нам, рассказывай. Да, но я сейчас что-то глубоко сомневаюсь, что туда перееду. Так комфортно, да? Это мега удобно вообще. Во-первых, есть кому раз со с кошкой. Есть кому за ней ухаживать. Она все время готовит, что вкусненькое, необычненькое, такое интересненькое. Все время, это же мамочка. Она все время спрашивает, что ты будешь? Там ты жареное не кушаешь. Мяско такое кушаешь, а такое не кушаешь. Так все, хватит, понятно, все. Сейчас моя мама посмотрит и скажет, вот, вот, Аня. Я тебя вырежу, блин. Знакомьтесь, это Светлана. Я на нее подписана в Инстаграм, и она там снимает совершенно не то, чем она занимается. Я оставлю ссылочку, посмотрите. Такой разносторонний человек. Вообще, сейчас будет больно. Кто так делает? Здесь тоже будет? Да, конечно. Я вот уже сказала, чтобы я не брилась. Спаси меня. Кто как избавляется от усов? Сейчас мне все напишут, у нас нет усов. И я почувствую себя очень усатой. Усатой девочкой. Усатая девочка, которая мама. Ай, как это больно. Надо было заколочки брать. Да что ж мне так больно? Чуть-чуть выше. Я не понимаю, че ты были мне усы или больно? Не такая. Так это по-разному бывает. Бывает не больно, бывает больно. Это цикл. Это цикл, наверное. Я же не буду тут на весь интернет рассказывать, какой у меня цикл. Собственно, уже можно после такого вступления. Ну да, если я уже показываю, как мне усы с правями делают, то, наверное, уже можно и про цикл говорить. Я сейчас слегка делаю пробел между волосы и пакетом. Волосы просто. Ой, давай, по плоди. Рыдай. В ту сторону? Угу. Рыдай. Нормально? Да. Я накрутилась сегодня и пожалела. Слушай, надо колыбец. Чтоб я вот это вот оставила. Все как есть. Теперь на меня чуть-чуть и сюда язычек. Это больно. Девочки, это больно. Представляю. Димит почистил Никен телефон. Удалил все программы. Случайно. Ну, мы даже не знаем, как. Как-то так произошло. Девочки, я вернулась с салона. Вы видите, да? Цвет моих ногтей. Вот, вот, вот. Короче, я захотела, год, наверное, у меня не было яркого. И самое интересное, я прям захотела красный такой, больше такой классический. Я специально убрала длину. Ну, я вам все рассказала уже. И вот. Мне прям очень нравится. Только единственное, что я уже привыкла к длинным ногтям. И это для меня уже коротко. И сразу же, когда на моих ногтях появился этот красный цвет, я захотела снять с себя спортивный костюм. Спрятать его пока подальше, в ближайшие три недели. Вот. И красиво одеться, накраситься, делать прически. Представляете, насколько красный цвет, красные ногти, вот, прям задают настроение. Вот. Это я о том, что, наверное, весна все-таки близко. И хочу показать, что я купила в салоне. Я в сторис показывала, что Марина как раз выходила с машины, и я подъехала. И она говорит, лицо, говорит, каменное. Аня, с тобой так никто не познакомится. Я смеюсь. Вот так. Я это к тому, что она выходила с коробками, а в коробках были вот эти вот разные заколки. Я купила заколки. Сейчас сниму с головы. Вот такой вот маленький крабик. Вот такой вот. Это для чего? Чтобы закалывать, ну, как бы делать такой... Ну, только что я сняла такой вот хохолок высокий. И еще купила вот такие вот. Вот это для Доминики, это для себя. Мне вот эти понравились очень. Но больше таких не было. Ники купила вот такие вот. Прикольно. Тоже можно вот так вот закалывать. Сейчас покажу. Одной рукой реально неудобно. Ну, то есть как-то вот в таком формате. Ну, понятное дело, что чуть по-другому. Ну, как бы открывать уши. Я вам потом покажу. Может быть, в сторисах, во влогах. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. И еще. Я уже показывала в другом влоге, по-моему. По-моему, показывала. Я уже не помню. Крем-микс. Я сейчас пользуюсь, пробую. А только вот единственное, что аромат, он мне не мешает. Но многие не любят с отдушкой. И вот купила масло авокадо 90-х гривен. И миндальных косточек дешевле 80. Я пользуюсь маслами после душа обязательно. Или маслами, или кремами. Крем от Эйван. Очень был такой классный, в такой баночке. Он закончился. И вот теперь в ход пойдут масла. Так, что вам еще рассказать, показать? Сейчас мы с Никой будем готовить. Ну, то есть, я ей уже дала задание. Она у меня как этот... Кто смотрел сериал Кухню? Там есть Агузок. Типа помощник шеф-повара. В общем, я смеюсь, вспоминая этот сериал. Потому что принеси, подай, порежь, почисть. Так что сейчас в мультиварке. Очень удобно. Все туда накидал, приготовил. Очень вкусно. И уже больше сегодня пока ничего снимать не буду. Потому что на самом деле подустала. Завтра продолжение. Так что не переключайтесь. Оставайтесь, подписывайтесь. И дальше будет. А, забыла. Брови. Я покрасила брови. Я внизу, вы видели. Я оставлю свет на Инстаграм. Хочу вот такие вот брови прям отрастить. И есть в салоне какое-то средство, от которых брови и ресницы супер растут. 330 гривен. Я не стала покупать, потому что... Ну, как бы с ресницами и так все в порядке. А брови я мажу другим средством. Ну, в общем, 330 гривен может потом куплю. Пока не стала покупать, потому что ногти, заколки и брови у меня обошлись в 900 с копейками. Поэтому попозже. Ух ты. Хотела уже не снимать сегодня, но я забыла. У нас же тут осьминожки. Идем купаться. Ой, ты что? Что я что? Ты осьминожка где? Все, выходи. Все, пошли. Выходи. Там. Где это? Нет, там. Пошли. Адать, ну хорошо. Что сейчас нет? Поменяем. Поменяем сюда. О, это электрикан. Да, выключайся. Выключай, Нюх. Ладно, выключайся все равно. У нас тут романтик. Мы купаемся вот так. Вот мы купаемся. Эй. А скинула подой? Я купила для кухни, а оказалось пригодилась для ванны. И хотела вам показать. Вот у меня был крем. Очень классный. Совершенное укрепление. Существует там с английского кота. Крем для села. Прикольная баночка. Мы ее помоем. И думаем сюда что-то будем насыпать. Вот. Но там крем очень классный. Я рекомендую. Стоит недорого, но очень приятно. Я забраковала игрушки. Говорит, они ничего не делают. На самом деле, да. Они типа с этим. Вот видите, у них они вот так вот висят. Но тут есть отверстие. Туда затекает вода, и они тонут. Получается, что написано на коробочке, что осьминожки дайвинг. Ну, то есть, они должны тонуть. Поэтому толку от них. Вон, видите, они типа вот такие вот. Все равно классная игрушка для купания. Ну, они прикольные именно. Мне понравилось расцвет. Нет, мам. Что? Пусть они колполы. Вот твою лодку привернули. Почему? В чем воды набралось? Наглоталось воды, видишь? И утону. Если я так сделаю, нет. Девочки, я еще вам открываю такую... Не знаю. Ну, как совет даю. Тайна. Ну, тайны сложно назвать. Ну, я не знаю. Просто как рекомендация, да? Это баночка. Она для массажа. Мне ее посоветовала Олечка. Когда-то моя подписчица, но уже такая хорошая, близкая, знакомая. Ну, Демушка, не балуйся. Ну, Демушка. Я мажу маслом. Можно кремом. Ну, желательно маслом, желательно там, как бы вашим любимым виноградных косточек или еще что-либо. И войдите по тем местам, которые бы вы хотели, чтобы была упругость. Я разговариваю, Дем, это очень некрасиво с твоей стороны. Да, я сделаю, потом дам тебе. Сбил в смысле. В общем, получается, что по тем местам, по которым требуется, да? Это может быть целлюлит, это может быть просто упругость кожи подтянуть. Ну, то есть, это реально хорошая штука. Желательно... Даже второй подбородок можно. Ну, по лицу тоже можно водить. Это можно делать даже вот здесь. Ну, то есть, тут просто крема нету, поэтому она не цепляется. Звук такой. Вот, можно и здесь, если у вас есть как бы обвисание, например, да? Вот, и в любой части, там, по ногам, по жопе. Вот я... Ну, мне Ника делает по жопе, и я вот себе делаю по животу. И еще... Ну, а, вот к чему я говорила. Делать это не просто вот делать, да, как я сейчас делаю, а питание, физические упражнения. То есть, я приседаю. Если я не попадаю в спортсал, то я дома приседаю, пресс качаю. Вот. И вот баночка. Есть две баночки. У меня есть, ну, как бы, есть пластмассовые такие. Резиновые. Резиновые они такие, не пластмассовые, резиновые. Они неудобные. Это медицинское стекло и такая присоска. И вот вы водите. Демке сказала, что помолчал, обиделся, ушел. Такой обидчивый трындец. Так вот. И я просто увидела, что, например, живот, который был раньше, уже не такой. Поэтому я решила взять банку. Активно начала качать пресс. И вот занимаюсь своей фигурой. Так что, девочки, я надеюсь, что эта информация вам полезна. Я купила в аптеке. Одну банку Ника разбила случайно. Вот. В аптеке две банки у меня. У меня где-то, кстати, есть. Сейчас вам покажу. 300 гривен. 300 гривен. 1200, по-моему, с чем-то. Вот так они выглядят. Банки вакуумные, массажный набор. И, кстати, тут написано, что показания при бронхите, пневмонии, эффективно... Расщепляют жировые клетки. Ника, не все понимают... Расщепляют. Расщепляют, но... Ну, да, ну, ладно. Повышают... Повышают пружность кожи. Не упругость. Не упругость, да. И эффект апельсиновой корки. Вот. Тут две штучки в банке. То есть у меня еще одна тут, в принципе, банка. Ну, потому что они продавались... Вот две. Вот эти. Вот. Они такие... А, ой, слушай, Ника, это мягко, а это нет. Это прям такая плотность. Слушайте, мы, по-моему... Просто потому что используются. Не-не-нет. Я думаю, это... У них разные эффекты. Вот тут есть инструкция и схема массажа. Я, кстати, не читала. Это, знаете, как в фиксиках. Сначала надо прочитать. А, вот. Как видите, делают. Девочки, у нас тут с Никой бьюти-салон. Экспериментируем. Да. Это Дансерваль. Вот так. Это Дансерваль. И, в общем, спасая свои волосы, как могу, попросила Нику мне поводить по волосам, потому что, ну, самостоятельно, в принципе, можно. Просто сзади неудобно. Да и вообще приятно, когда дочь с тобой ухаживает. Да, дочь? Угу. Вот. Кто пользуется Дансервалем, расскажите, пожалуйста. Какие у вас... Ну, я вообще знаю, что Дансерваль это очень прикольная штука. Вот. Какие у вас результаты. Если делать на постоянной основе, ну, хотя бы процедур 10, то говорят, что результат будет. Я уже погуглила. Когда-то очень давно себе делала. Но еще классная штука самовнушение. Если верить, что работает, значит, работает. Вот так мы проводим вечера. Теперь я. Теперь ты, да? Теперь. Теперь ты. Теперь я. А мне кто-то сделает. У тебя такая копная волос, тебе надо, да? Желательно. Желательно. А чтобы было приятно, или чтобы волосы росли? Скорее всего, первые. Теперь я. Давай еще чуть-чуть попробуем увеличить. Кровь. Квасная кровь. Квасная кровь. Да не кровь. Не, не, я тоже захотел. Пожалуйста. Я увеличила или меньше? А, по-моему, увеличила. Я тоже захотел. Ай, Дема в голову. Что-то изменилось? Почему я тоже захотел? Вонять стало больше. А ну, кварцем каким-то вонять. Знаете, как раньше, когда, вот я помню, в детстве, когда лежала в больницах, давай еще на голову. Вот. Когда лежала в больницах и включали кварц. Вот такой вот запах. Да, у нас в классе, когда... Квартиком ходим. Когда мы выходим из класса на другого, урок. В наш класс ставят эту кварцевую лампу и кварцуют кабинет. Фу, воняет потом, конечно. Да? Тротительно. А в ваших гимназии не ставили? Нет. Ну вот, видишь, прям как хорошо сельская школа. Загородная. Загородная. Ника говорит, что мы не в селе живем, а за городом. Ну, а что, так и есть. На самом деле, у нас хоть и село, но он настолько приближен на Киево, что можно сказать, что мы еще на в городе. Не, малыш, нет. Ну, на ноге даже другая насадочка нужна. Давай жопку, чтобы жопка какала. не, малыш, не перестань. Теперь мне. Давай подписчикам сделаем. Это называется Доброе утро с вредной пищей. Ну, масленица как-никак. Да, Дем? Угу. Тут вон, чего только нет. И блины, и оладьи, нутелла, творог, ягоды, джем. Все. Все на свете, да? Мама, по монетам. Демид мне говорит, мама, у тебя есть монетка? Проходим в фонтан. У тебя есть монетка? Я говорю, есть. Вот, Дем, тебе. Гривна или... Или дай, посмотри, что это. Дай, дай, гляну. Ну, дай, гляну. Гляну. Да, одна гривна. Давай еще, нам не нравится. Нравится? Да, 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 да. Мы приехали в Лавину Мол. Вон Мика. Вон Мика. Вот есть семейный центр такой, развлекаловка. Семейный парк развлечений, ребята. Сейчас я зайду в один магазин, дома, праздну. Вот, там костюм я видела, классический такой, красивый. Хочу его примерить. Ну, в сторис, наверное, поснимаю или сделаю пост. в инстаграм, так что подписывайтесь. А потом, здесь второй, пойдем покушаем и в этот центр развлечений. спецназ. Семейный парк. ручкой пускаем. Семейный парк. Давай. Давай, ручку опускаем. Давай. Давай, ручкой пускаем. А, нет. Девочки, если вам надо занять чем-то детей, то дайте в тазике воды и гречку, макароны, что-то такое. Вот разве пуха будет. Пошли. Все, пошли, едем, едем, пошли. Я хочу, что-то интересное. Что? А что, его нельзя? Этот динозавр дракон, он резиновый, и у меня Димит не может от него отойти. Почему он нельзя сюда? Туда нельзя, он мягенький. Походу, что из веки сделать может. Да? А, да, вот видите. Вау. Я второй раз в жизни в Лавине, потому что он находится почти за городом, да не, почти за городом, и как бы далеко от нашего дома, поэтому я крайне редко сюда приезжаю. Ну, тут много магазинов, и прям очень сложно. Я его назову, такой зомби. Да? Да. Не достанешь. Не достанешь. Не достанешь. Не достанешь. А я не смогу тебя поднять. Ты тяжелый. Двадцать килограмм весишь. Ну и что это, Димитушка? Так маме тяжело. Тебе маму не жалко, нет? Не жалко. Ну вот так вот, видите? Не жалко. Я даже встану. А я вчера нас смотрела, смотрела, как вы были в Египте. Боже, малом. Ника помнит, это скрытия камера. Может, это Камадан? Да, ну просто. Тогда уж и после чего? Это я ее обидела. А что, ты мне кажется, большой? Маленький, наверное, просто. Ну, вы как-то знаете, съемка такая более статная. Да. Да. Ну, вот не думала, что у вас... У-у-у. Теперь, чтобы ловить просто поплавлю. У-у-у, как бы. Живая, да? Ну, и звезды ближе, ближе, ближе. Да, должна быть. Да. Да. Смотрю у вас. Да. Знаю, что классный дом. Конечно, дом. Там еще, конечно, потрудиться надо, но скоро. Ну, вообще, классный. Сама задумка, да. Мечта девочки, когда вы видите. Конечно, узнавку. Много света. Да. Я фото сделаю. Кошел. Сэлф. Конечно, я сейчас уже не буду. Да, чуть-чуть. Я никогда к этому не привыкла, скажу честно. Хорошо привыкать. Я еще раз провожу. Ну, вот так... Руки дрожат. Давайте я. Не нервничайте. Да. Успехов вам в вашем, как бы сказать, дизайнецке дома, будем смотреть, будем врать, беру там для себя косметики плейшот. Надо начинать уже, все-таки весна, как-никак. Ну, я как девочка, мне полезно, пошло там что-то, без что-то, по церкви, ну, и, конечно, пока клещу. Ну, полезные вещи, по-друге. Да, смотрим вас. Хорошо, спасибо большое. Да, жуначи вам. Все классно продолжать. Спасибо. 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 Яча. Яча, вы яча. Волнуюсь. Чего ты волнуюсь? Потому что, когда у тебя кровь была, я волнуюсь, когда у тебя кровь. Девушка, Дем, Дем, у меня уже нету крови. Ты когда родился, она чуть-чуть была, а потом мне зашили животик, и уже крови не было. Я же не увидел, когда маленький был. Да, ты был маленький, ты совсем был крошечный. У меня где-то есть фотография, где ты только-только родился. Смотри, это и Петри. Я хочу... Да, это Ника зашла в мой инстаграм и начала листать фотографии, которые с самого начала. Мам. Как я завела инстаграм. Я хочу... Дем, она сегодня мне начинает расспрашивать, как он родился. Я хочу... И говорит, а когда ты мне... когда разрезали животик, говорит, оттуда еда не пошла, я говорю нет. Я хочу что-то сказать. Давай расскажи. Я хочу сделать это... хочу посмотреть, как у тебя животи. Фотографии. Фотографии, когда беременна, эти животики у меня? Когда от аграфия попадает в живот, я хочу ее в живот увидеть. Подожди, подожди. Внутри живота. Внутри живота? Да, хочу увидеть. А зачем тебе это? Ну, пожалуйста. Ну, я сейчас поищу, хорошо. Ну, что он хочет? Ну, ему интересно, когда он был в животике, потом, когда он родился. Он у меня сегодня все расспрашивает по этому поводу. А чего тебя это так интересует, Демид? Тут я не увидел, когда манить был. Ты не помнишь, да? Да. И когда... А у тебя кусок отвалился? Кусок отвалился от чего? От живота. От живота? Да. Нет. А чего он отвалился? Смотри. Смотри. Ника Белочку кормит. Такой звук. Я вижу. Да, это еще Демушки не было. Даже в планах. Да. Ника. Это маленькая такая. Ох, велосипед. Мам. Еще белый, еще новый. Да. Мам, ты мой. Да, 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 я тебя слушаю. Хорошо, давай. Я хочу. Так, мы закончили на куске, который от меня отвалился. Почему он от меня отвалился? Потому что тебе же ножиком мощным, который... Это называется скальпель. А покажи скальпель. Что это за... У меня нету скальпеля. Это у хирургов есть. Такие врачи-хирурги, они делают операции. Они надрезают скальпелем. Это такой нож, он очень-очень острый. Они надрезают людям кожу и делают операцию. А нож, который едой едет? Нет. Тот, который едой, я думаю, что поковыряли бы нормально. Нет. Это очень острый нож. Очень-очень острый. Понял? Это такой... Помнишь? Да, помню, помню. Было дело. Это первый хэллоуин, потом второй у нас был. А где хэллоуин? Я тоже хочу еще хэллоуин. Он осенью. Детя вешал. Вильям тоже смешной. Боже, сколько весело. Так, девочки, подписывайтесь на мой инстаграм. Давайте мне повышать активность. Мам. Да, любимый. Я хочу сказать еще что-то. Ну, говори. Я хочу сказать, это... Это лазер... Это... Нос, это лазер. Тебе лазером отрезали? Нет, не лазером. Что это? Ножом. Омар. Это омар? Да? Ого. Очень вкусный, кстати. Ого. Хвост у него очень вкусный. Кто ты же, мам? Амар? Кому-то у тебя поезли и ножом еще... Амар очень любил это кольте. Да, было время с утра. Мам, да ну ты меня еще... Нет, не перебивай ребенка. Ты сама не любишь, когда перебивают. Ты сама перебиваешь. Ну, как бы, зачем? Он, видишь, психует. И заслуженно психует. Ну, расскажи. Я не буду больше перебивать. Нет. Нет. Я тоже. Тебе как будто в скайпе как будто тебе живот из вот этого живота поезли. Ну, достали тебя, потом зашили. А где... Я хочу, ты вот кто-то показал мне живот внутри живота. Чего? Внутри живота? Да. Это тебе никто не покажет. Это надо на УЗИ смотреть. Внутренности. Ты хочешь посмотреть, как там внутри в животике? Не, я уже пошел. Да, ну да, ты не поместишься, конечно. Так, а что ты хочешь? Тебе у тебя отрезали. И у тебя вот это, когда там отрезали тебе, вот это, вот это, вот это, у тебя, вот это сзади небольшая, вот, большая задница оторвалась. Да. Большая задница оторвалась? Вот это. Вот тут вот? Да. Твоя часть, вот такая... Полосочка, да? Да. Так ее плохо видно. Вот с той полосочки, это там матка, достают деток. А у нас это, на этой полосочке твоя, когда поезжает, ты лежала, тебе поезжает, и у тебя вот эта часть отвалилась. Она не отвалилась, смотри. Вот так вот, сейчас тебе покажу. Вот. Вот так вот, маме, разрезали. Понял? Да. Да, потом, получается, разрезали жилу, ой, разрезали кожу, потом разрезали матку. Оттуда достали Демушку, очень-очень быстренько, в течение 30 секунд, и быстренько зашили матку, а потом зашили кожу. Понял, Демушка, понял? Просто у тебя вот эта часть большая. Нет, она не была большая, ничего у меня не отрезалась. Вот выдумщик, вот выдумщик. Сначала Нику достали так, а потом через Девять пощадили садить тебя. Как у меня небо, а как нам двое. Ну, если это нам такой маленький живот, не помешать, а мы двое. Я хотела сказать. О, какие ножки. Почему от Агафии у меня классные ноги? Потому что ты был маленький такой, такой маленький, очень маленький зубчик. Я же тебя так люблю. О, Дема. Люблю, люблю. Смотри. Я не верю, что он был таким. Дема, а ты почему так быстро растешь? Смотри, как ты тут маленький. Смотри, какой пупчик. Ника. А, ты меня не любишь. О, глазу. А что я тебя не люблю? Я тебя люблю, потому что вы мои дети. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok